На 24КЗ новости в студии Гульнара Жандагулова, сурдоперевод Хасан Исраилов. Больше 380 человек спасли снежных заносов в Кокпектинском районе области Абай. 19 из них дети. Об этом сообщили сотрудники ДЧС. Тех, кого эвакуировали с трасс, разместили в пункты обогрева. За неделю в регионе выпало большое количество снега. Высота покрова местами достигает 80 сантиметров. На дорогах республиканского значения действует ограничение движения транспорта. Напомним, прошлой ночью в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе был введен режим ЧС, который до сих пор не снят. Специальная операция по спасению людей в Кокпектинском районе завершена. Все машины, оказавшиеся в снежных заносах, обследованы. Людей в машинах не имеется. С завтрашнего утра будут продолжены работы по очистке автодороги и вызволению техники из снежных заносов. Жители Казларды жалуются на нехватку переездов через железную дорогу. Всего их в областном центре три. Ежедневно их пересекают десятки тысяч автомашин. По мере увеличения транспортного потока движение на объектах затрудняется, говорят казлардинцы, что создает серьезные препятствия для всех участников дорожного движения. Как решают проблему местные власти, узнавала моя коллега Райхан Тажбаева. Эта железная дорога делит город пополам. По ту сторону несколько жилых микрорайонов и почти половина жителей областного центра. А это городской путепровод по улице Саламатова. Самый загруженный и небезопасный. Узкие полосы и крутые спуски создают серьезные препятствия для движения автомашин. Резкий спуск и сразу кольцевое расположение очень неудобное. Все водители мучаются. Снег и гололед опасно, особенно для больших машин, грузовикам, автобусам, пожарным, скорой. Дорога узкая. Если хоть один встанет, все движение парализовано. Раньше старый переезд выручал. Сейчас его закрыли. Надо открыть его, и все будут выигрыши. А это тот самый старый переезд. Движения автотранспорта по нему запретили с появлением путепроводов. Однако по-прежнему им пользуется пешеход. Чтобы перейти на противоположную сторону, люди вынуждены рисковать. Причем не один раз в день. Хожу часто через линию. Иногда маневровый идет или поезд. Здесь столько людей собирается. Иногда целый час мы стоим. Люди лезут под вагоны. Это же опасно. Вот встанет, и целый час здесь поезд стоит. Местные власти в курсе проблемы. Для удобства автовладельцев и пешехода на месте старого переезда решили строить подземный путепровод. К работам обещают приступить в этом году. С увеличением транспортного потока подземный путепровод будет построен по улице Жан-Кожа-Батыра. Проект одобрен. Его общая стоимость – 4 миллиарда 100 миллионов тенге. Определена подрядная компания. 500 миллионов из республиканского бюджета уже выделено. Строительство объекта планируют начать весной. А сдать путепровод намерены через полтора года. Райхан Тажбаева, Ахан Алиев, Козларда, 24 Кизет. Крупный пожар на складе с газовыми баллонами в Алматы потушен. Жертв и пострадавших нет, сообщили в ДЧС. Напомню, с пламенем боролись больше 120 спасателей. Им удалось локализовать возгорание и не допустить распространения пожара на соседние здания. В том числе на гостиницу неподалеку. Как отметили спасатели, тушение затянулось из-за взрывоопасных предметов на складе. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. На пожаре было создано 4 боевых участка. Всего на тушение пожара задействованы более 100 человек личного состава, 32 единицы техники. Сложность тушения пожара прежде всего осложналась в нем складированием взрывоопасных предметов, а именно баллончиков с красками. А также в помещении складов были эвакуированы газовые баллоны. Больше 200 лесостепных пожаров зафиксировали в прошлом году в Павлодарской области. От огня пострадало почти 4000 гектаров земли. Минувший пожароопасный сезон стал самым трудным для лесоохранной службы. Специалисты говорят, в подразделении региона есть много нерешенных проблем. В частности, оставляет желать лучшего материально-техническое оснащение. Подробности в материале Ербула Абишева. Не секрет, что причина большинства пожаров – человеческая беспечность. Огненная стихия наносит непоправимый урон флоре и фауне. Потушить быстрого сгорания в Пой-Мертыша или в Сосновом Бару крайне сложно. Тем более, как показала областная комплексная проверка с участием Акимата и надзорного органа, пожарная техника сильно изношена. А лесоохранные учреждения испытывают нехватку горючего. Если весна будет ранее, возможно, у нас возникнут проблемы с тушениями пожаров. Именно нехватка ГСМ. И вынуждены будем уже за свой счет заправлять технику. У нас трактора все старые. Получается, на балансе имеется 8 тракторов. Из них 2 трактора – это новых позапрошлого и прошлого года. А остальные 6 уже свой срок эксплуатации уже выработан. Сложная ситуация вынудила даже обратиться за помощью к народу. 5 новых тракторов подарили лесникам спонсоры. По лесным учреждениям, к сожалению, не достигнуты те показатели, которые предусмотрены в нормах и нормативах по охране лесов. И та имеющаяся техника, она в большинстве своем уже изжила себя. И необходимо здесь с областного бюджета выделение дополнительных средств для укрепления материально-технической оснащенности. В частности, Павлодарского, Урлютюбского лесных учреждений, Максима Горького лесных учреждений. По данным статистики, в прошлом году лесные пожары на территории области нанесли ущерб государству в размере 240 миллионов тенге. С 18 по 29 марта совместно с департаментом ЧАЭС мы будем проводить проверку готовности лесоохранных учреждений к пожароопасным сезонам. Тогда и будет дана оценка их готовности. Но можно уже предположить, что готовность пока еще нулевая. В некоторых лесных учреждениях нет нужного количества резерва. Специалисты стетуют, что средства из областного бюджета на закуп горючий смазочных материалов, пожарно-техники и амуниции только выделяются. А лесоохранной службе они требуются уже сейчас. Снежные лавины спустили сегодня в Алматинской области. На лавино-сборах лыжной базы Толгарского района спасатели провели 5 взрывов. В результате чего сошло 380 кубометров снега. Такие же работы провели в Восточно-Казахстанской области. Профилактические спуски провели на автодороге Усть-Каменогорск-Алтай. Спасатели предупреждают, перед поездкой в горы стоит ознакомиться с прогнозом погоды и узнавать о штормовых предупреждениях. И к другим темам. Казахстанские миротворцы получили возможность самостоятельного участия в миссии ООН по наблюдению за разъединением на голландских высотах. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Делегация ведомства посетила штаб-квартиру ООН. Там подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании. Отмечу, голландские высоты – спорная территория на Ближнем Востоке. Большую ее часть в настоящее время контролирует Израиль, а восточную – Сирия. В Нью-Йорке делегация встретилась также с заместителем генсекретаря ООН по оперативной поддержке. Прошли рабочие встречи с представителями структурных подразделений. Стороны обсудили дальнейшие перспективы расширения и укрепления миротворческого потенциала Казахстана. Для Казахстана это исторический шаг. Если раньше наш миротворческий контингент проходил службу в составе подразделений других стран, то теперь это самостоятельная миссия. Участие в миротворческих миссиях – важный компонент обучения, способствующий повышению боевой выучки военнослужащих. Сильные дожди вызвали масштабные оползни в столичном регионе Боливии. В результате обрушились десятки зданий. Жители спасают имущество из затопленных домов, не дожидаясь прибытия экстренных служб. Сотни человек были эвакуированы. При этом, как сообщает Национальная метеорологическая служба Боливии, по интенсивности осадки, прошедшие на этой неделе, побили 20-летний рекорд. Афганистан по-прежнему нуждается в помощи, а чтобы в стране были мир и стабильность, необходима поддержка соседних государств. Такое мнение выразили участники 6-го регионального диалога секретарей Советов Безопасности по вопросам Афганистана, который прошел в Бишкеке. Бакат Чермашев с подробностями. Многосторонняя встреча секретарей Советов Безопасности по афганской проблематике впервые проходит в Бишкеке. В диалоговой площадке участвуют представители из Китая, Индии, Ирана, России, а также Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Казахстанскую делегацию возглавил помощник главы государства, секретарь Совета Безопасности Гизат Нурдаулетов. На правах хозяина президент Садыр Джапаров поприветствовал гостей и отметил важность поиска общих позиций. Особенно актуальный вопрос афганской государственности. Мы выступаем за скорейшее преодоление кризисных явлений, которые накопились в Афганистане и мешают афганской государственности встать на ноги, а многострадальному афганскому народу наконец-то обрести долгожданный мир и безопасность. По общему мнению участников встречи, урегулирование ситуации в Афганистане остается для международной общественности одним из главных приоритетов в обеспечении стабильности и безопасности всего региона. Как и прежде, речь о всемирной поддержке экономики республики, которая, встав на ноги, смогла бы обеспечить гражданам страны полноценное существование. Пока же, по данным ООН, третий из 40-миллионного населения нуждается в продовольствии. Три миллиона жителей едва сводят концы с концами. Исходя из текущей обстановки, можно сделать вывод, что на ближайшем перспективе на афганском треке сохранится состояние неопределенности. Под воздействием различных факторов текущее положение дел может динамично поменяться, что требует постоянной корректировки и согласованности курсов и предпринимаемых действий. Страны-участники диалога заинтересованы в том, чтобы в Афганистане не было допущено эскалации процессов военного и террористического характера. Один из важных итогов встречи – придание диалоговой площадке по вопросам Афганистана более весомого международного масштаба. В связи с этим, следующие переговоры по ситуации в стране планируют провести на полях саммита шанхайской организации сотрудничества. Бакыч Ирмашев, специально для 24КЗ, Бишкек, Кыргызстан. В Индии продолжаются протесты фермеров. Массовые демонстрации не стихают там уже около недели. Аграрии блокируют движения на автомагистралях и железных дорогах. Они требуют от правительства мер поддержки, таких как гарантированная закупочная цена для всей сельхозпродукции. Против манифестантов применяют слезоточивый газ и спецтехнику. В некоторых районах отключен интернет. Встречи между представителями фермеров и кабинетами министров пока никаких результатов не дали. С сегодняшнего дня во всех странах Евросоюза вступает в силу закон о цифровых услугах. Он обязывает интернет-платформы и социальные сети принимать меры для защиты пользователей от сомнительного контента. Публикации, пропагандирующие ненависть, агрессию или содержащие дезинформацию, будут удаляться. А пользователи смогут направлять жалобы на прямую регулятору. Казахстан и Германия наращивают торгово-экономическое сотрудничество. В Берлине прошло заседание рабочей группы по финансированию совместных проектов и большая межправительственная встреча. Казахстанскую делегацию возглавил министр промышленности и строительства Канад Шарлапаев. Подробнее в материале Шоупанна Иманбаевой. Для Германии Казахстан ведущий партнер в Центральной Азии. 90% немецких инвестиций приходится на несырьевой сектор. Растет и товарооборот. Согласно немецким статданам, в прошлом году он составил почти 9 миллиардов евро. Это уже второе заседание рабочей группы по финансированию совместных проектов. Промышленность, энергетика, транспорт, логистика и зеленые проекты. Это лишь не полный список ключевых направлений, в которых Казахстан и Германия заинтересованы углублять сотрудничество. Наша делегация обсудила вопросы кооперации с немецкими финансовыми институтами, а также совместное софинансирование проектов в Казахстане. В этот же день в Берлине прошел круглый стол с главами немецких компаний, где инвесторам рассказали о выгодных условиях и преференциях. Немецкие инвесторы заинтересованы работать с Казахстаном. На этой встрече много говорилось о проектах в сфере зеленого водорода. Deutsche Bank уже много лет сопровождает проекты и предлагает различные методы финансирования. У нас тесное сотрудничество с Банком развития Казахстана. Также мы имеем большой интерес к финансированию инфраструктурных проектов в Казахстане. Финансовые институты рассказали о своей готовности к финансированию проектов между германскими и казахстанскими компаниями. Казахстанские компании и немецкие компании выразили свои пожелания, свои предложения, как улучшить, как усилить, как увеличить объем сделок между нашими странами. Я считаю, что очень полезная встреча прошла. Это была важная встреча. Мы смогли получить всю интересующую нас информацию напрямую от министра. Главной темой стала диверсификация экономики. А именно то, что Казахстан вместо сырья может поставлять готовые продукты, сделанные у себя в стране. Казахстан нам очень интересен, как и вся Центральная Азия. У нас уже есть два офиса. Работаем мы в сфере логистики. Казахстан мы считаем интересным рынком с большим потенциалом. О важности кооперации и углублении торгово-экономического сотрудничества говорили и на 14-м заседании межправительственной рабочей группы. За круглым столом собрались политики, предприниматели, представители профильных министерств и эксперты двух стран. Стороны обсудили основные направления совместной работы в сфере сельского и водного хозяйства, экологии, инфраструктуры, образования и науки. Мы обсуждаем очень актуальные проблемы развития взаимного сотрудничества и развития, самое главное, промышленной кооперации между Германией и Казахстаном. И также, конечно же, очень большой фокус уделяется стране Германии альтернативной энергетики, то есть потенциал производства альтернативной энергии в Казахстане тоже рассматривается Германией как очень положительный аспект нашего взаимодействия. Но самое главное, что я бы хотел отметить, действительно, по настроению германской страны видно, что они расценивают Казахстан как настоящего стратегического партнера в Центральной Азии. Несколько недель назад немецкий фонд науки и политики впервые включил в нашу страну список средних держав. Это означает, что Казахстан как государство играет важную роль на экономической и политической арене. А это, в свою очередь, говорит о том, что Казахстан находится в фокусе внимания Европы. Шолпан Иманбаева, 24КЗ, Германия. 900 миллионов тенге направят на привлечение молодых специалистов в аулы в Актюбинской области. Деньги пойдут на подъемные и обеспечение жильем. Предусмотрены средства по программе с дипломом в село. В этом году работу смогут найти 115 выпускников вузов и колледжей. Отмечу, в регионе не хватает учителей, врачей, ветеринаров и работников культуры. Марта Бектимир – будущий учитель биологии. В этом году она завершает учебу в вузе. Трудовую деятельность планирует начать в родном селе Жарлы. Я считаю, что служить родной земле – это долг каждого из нас. У меня большая надежда на проект с дипломом в село. Это важно – применять свои знания и творческие мысли на благо соотечественника. Программа уже доказала свою эффективность. В прошлом году 128 выпускников высших учебных заведений и профессионально-технических колледжей нашли работу в селах региона. Жильем обеспечили всех. Мы общаемся с нашими выпускниками. Все они после одного-двух лет работы получили административные должности в селах. Некоторые сейчас претендуют на вакансии директоров школ. Это говорит о формировании нового подхода в сельских школах. В этом году из районов области поступило 115 запросов на специалистов. Дефицит кадров ощущается в таких сферах, как медицина, образование и сельское хозяйство. Проблема особенно актуальна для Тимирского, Иргизского, Айтикибийского и Мартукского районов. Размер месячного расчетного показателя растет. Если в прошлом году подъемные были 1500 МРП на одного специалиста, то с 2024 года, когда он едет трудиться в районный центр, то получит сумму уже в размере 2500 месячных расчетных показателей. А если в село, то 2000 МРП. Благодаря госпрограмме будущих выпускников трудоустроят уже летом. В ближайшее время стартует кампания по приему заявок от студентов, желающих начать трудовую биографию в сельской местности. Тамара Степанова, Ануарбек, Мрозатай Улы, Булатбек, Молдогалиев, Актобе, 24КИЗ. Датчики климат-контроля для тепличных хозяйств создали таразские ученые и студенты. Прибор определяет состояние почвы и воздуха, а также информирует о необходимости орошения или регулирования температуры. Также молодые биологи занимаются акклиматизацией более 100 видов тропических фруктов. Мои коллеги расскажут о результатах научных исследований. На создание автоматизированной системы климат-контроля разработчики потратили полгода. Научную группу возглавил ученый Сабржан Уренбасар. Датчики, расположенные на почве, фиксируют данные о температуре, влажности почвы и атмосферном давлении в теплице. Это позволяет орошать растения выборочно по мере необходимости. Прибор может передавать информацию через двухпальчиковую батарею на расстоянии 10 км в течение года. Для этого в тепличном комплексе или в поле устанавливаются сенсоры. Вторая часть датчика – телеметрическая. Там скапливается информация. А третья – телемеханическая. Позволяет осуществлять климат-контроль. Ученые положительно оценивают результаты работы автоматизированной системы. С его помощью удалось акклиматизировать более 100 видов растений. В теплице выращивают лимоны, бананы и 12 видов специи. Полгода назад здесь начали разводить 7 сортов инжира, привезенного из Китая, Турции и Узбекистана. Первые плоды уже созревают. Экзотические фрукты хорошо приживаются в тепличных условиях. Например, лимон уже выращивают в умеренных климатических зонах нашей страны. Также мы изучаем возможности культивирования в теплицах манго, бананов, возможности их селекции. Научные сотрудники университета работают над внедрением новшества в условиях открытого грунта. Экономия водных ресурсов является актуальной проблемой для региона, зависящего от трансграничных рек. Поэтому рационализаторы надеются на поддержку местных властей. Павлодарскому клубу спортивного туризма исполняется 25 лет. И все четверть века там обучают подростков скалолазанию и ориентированию на местности. Изначально клуб создавался энтузиастами, как скаутское движение. Позже он вошел в состав Павлодарской школы экологии и туризма. Подробности в материале моих коллег. Дарья Виткова ходит в клуб спортивного туризма с 7 лет. Уже не раз девушка выигрывала республиканские чемпионаты. По спортивному ориентированию молодая спортсменка дает фору бывалым туристам. Сейчас у нас в основном идет электронная отметка. Поэтому наш спорт продвигается вперед. У нас получается есть чипы, с которыми мы бегаем. На ней записывается информация. Когда мы прибегаем на контрольный пункт, отмечаем, записывается номер контрольного пункта и время, за которым мы пробежали. Любимый спорт стал жизненной позицией, говорит Дарья Виткова. Девушка мечтает стать профессиональным тренером и обучать альпинистскому мастерству воспитанников. Добромир Кузин уже подает надежды. Второй год восьмилетний мальчик увлечен скалолазанием. Я умею лазить по скалодрому и подниматься по жумаку. Я бегаю по лесу с картой и с компасом, чтобы нахожу контрольные пункты. В отличие от скалолазания, альпинизм куда более рискованный и опасный вид спорта. Здесь требуются уже намного более серьезные навыки и обязательно специальное снаряжение. Обучать ему могут только квалифицированные и опытные специалисты. К примеру, Оксана Дьяченко работает в клубе со дня его основания. Уже 25 лет она готовит будущих чемпионов. Наша команда была очень долго лидером на межрегиональном слете Иртышский меридиан. Это такой достаточно известный слет нашей Паладарской области. Очень много достижений по спортивному ориентированию. То есть ребята вообще в клубе занимаются по нескольким направлениям. Это скалолазание, горная техника и спортивное ориентирование. То есть каждый ребенок может себя найти в каком-то направлении. Спортивным туризмом в Паладаре занимаются полтысячи человек. Тренеры говорят, многие выпускники становятся промышленными альпинистами и применяют спортивные навыки в жизни. В столице организовали благотворительный аукцион в поддержку людей с онкозаболеваниями. В этот раз помочь решили Каримова и Самал. Женщина имеет инвалидность третьей группы. При этом одна воспитывает троих детей и живет с ними во времянке. На аукционе организаторы представили эксклюзивные лоты от известных казахстанских художников и бизнесменов. В прошлом году, именно в этот же день, 17 февраля, мы помогли женщине, которая болела раком груди. Ее зовут Жулдыс, она мама пятерых детей. Они также жили во времянке, снимали ее за 30 тысяч тенге. Нам удалось купить ей комнату в общежитии. Наша цель именно помочь адресно одному человеку сильно изменить условия своей жизни. Вообще мы планируем, чтобы этот благотворительный завтрак проводился каждый год. Мы хотим сделать его ежегодной традицией. Казахфильм в этом году запускает в производство 9 картин. Об этом заявил руководитель студии во время презентации новых кинопроектов. Торжественное открытие сезона отныне решили проводить ежегодно в день рождения мэтра казахстанского кино Шаки Найманова. По мнению Азамата Сатабалды, эта дата как нельзя лучше подходит для разговора с коллегами о развитии отечественного кинематографа. Среди будущих премьер можно отметить биографическую драму «Капитан Байтасов». Она основана на реальных событиях и повествует о полицейском, героически погибшем при задержании террориста. Мы хотим дать понять, в каком направлении казахфильм будет развиваться, какие проекты будут снимать и какие картины нашим зрителям ожидать на целый год. Тем самым уже мы определяем наш курс. Главное, хотим, чтобы он дал импульс для развития национального казахстанского именно кино. Это все, о чем мы успели рассказать. Всего доброго и до свидания.